Я вам желаю осознаний, читайте книги посланников, в них всё, что вам нужно знать, эзотерики. То есть в других книгах какие-то кусочки истин, причём эти истины бывают неправильно интерпретированы авторами, где-то есть искажения по тексту, где-то неправильные переводы. Вот тот же самый Коран на арабском одно значение, ты его переводишь на русский, это уже, ну, я не могу, ну, стопроцентной достоверности тех фраз, что были записаны на арабском, может быть даже и не быть. То есть один, то есть переводчик искажает, каждый переводчик искажает по своему уровню сознания. То есть если Коран давался сотого уровня, у переводчика, к примеру, шестидесятый уровень, то весь Коран перейдёт на шестидесятый уровень. А если у него тридцатый уровень, то он на тридцатый перейдёт, то есть там искажение от непонимания, причём они делают это не со зла, просто уровень самого переводчика не был подобен тому, что было сказано на языке носителя. То есть тот человек, который давал, то есть желательно, если хотите точно знать Коран, вам нужно выучить арабский. Мы благословлены тем, что посланники говорят на нашем языке, и вы можете читать книги без перевода, то есть вы читаете на русском и всё понимаете. Единственное, вы понимаете на своём уровне, но хотя бы вы избежите вот этого искажения, которые бывают у переводчиков, к сожалению. Так что живём счастливо, трансформируемся каждый день, каждое утро делаем позитивные установки на утро, настраиваемся на свет Бога, на божественное сознание и развиваемся. Развиваемся и идём к свету.